и снова здравствуйте дорогие дамы и господа продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и массажу и на самом деле не только эта тема нас интересует а дело в том что мануальная терапия она относится к разделу остеопатии остеопатия американцы как всегда первые запатентовали эту тему набрали со всего мира всевозможных приемов только мануальных приемов туда более 120 входит не говоря о том что там уже есть и крайнем сакральная терапия и тейпирование кинезиология туда относятся и кучу это все как бы отдельные разделы туда входящие просто в россии как бы вот эти приема они зарегистрированы как мануальной терапии немножко вот термины разные во всем мире называется остеопатия ну кое-где там вертебрология называется хиропрактика юмейхотерапия еще как-то там в разных странах по-разному хотя приемы примерно те же самые они делаются и стоя и лежа и сидя и соответственно работы там камера да вот я вам скажу в чем назвали общим словом остеопатия то есть с древнелатинского остео это получается разделение это кости в пальце это патология болезни то есть получается терминологически болезнь костей занимается болезнь костей немножко не нравится слово болезнь в этом исполнении потому что на самом деле мы профессионалы мы занимаемся терапией терапия земля латинского это лечение поэтому я даю вам новую науку немножко более расширенную другую она называет собрана почти похоже слово ось теотерапия получается ось это некоторая ось центральное тело человека тео это бог переводится ну теология там теософия мы уже слышали такие слова терапия лечения то есть лечение божественной оси и грубо говоря как мы к этому подходим у человека есть на самом деле не одно тело как мы подразумеваем да это плотно тело который мы щупаем а ну как бы первично есть вторая оболочка энергетическая на биополе так называемая она примерно 57 сантиметров вокруг всего тела вокруг каждого пальчика суставчика вот так вот нас как бы обнимает это уже давно доказано фотоаппарат это может заснять это всякие экстрасенсы это чувствует у многих людей руки достаточно чувствительными а тоже руки чувствительные и вот практически ну грубо говоря есть некие лучки из центра ладони которым я могу чувствовать органы тела человека и его чакры настраивать направлять и гармонизировать и в плане даже воздействовать на третье тело это первичная наша аура это кокон некоторые примерно радиусом около метра от центра человека да от оси его который является в то же время и нашим защитным коконом то есть это некоторая наша связь с окружающим миром наши органы ну не секрестно мужем в мире вибрации и вибрируют все от атома ядра атома электрона и так далее все вибрируют и из этих вибраций из тонких энергий ну дело в том что вибрациях с помощью чистоты такта периода амплитуды и так далее зашифрована информация она в таком закодированном виде существует во всей вселенной вся вселенная как бы едина не зря говорят о древнем мудрец или там какие-то религии что что снаружи то и внутри что и человек является частью всей вселенной вся вселенной отражается в одном человеке или там мы являемся частью бога единого так и бог у нас внутри находится также едины корпускулярная частицы вселенная она содержит графическую информацию об всей вселенной то есть это голограмма всецает голограммы которому окlets отражается но кратным друг в друге сами в себе и на человеке это тоже вполне тоже заметно и это голограмма есть такая книга даже галографическая реальность вселенной если почитаете там очень интересно там про все и про человек в том числе вот мы . пунктурные смотрели так немножко их коснулись да они есть на и вам говорю да науки вы помните рассказывал перевернутый зародыш человека вверх ногами получается то тут его голова до пошли точки хребта шея вот спина тут крестец копчик внутри органы и руки там пошли вот внутри соответственно внутреннем ободке также на стопах и на ладонях эти точки за пунктурные повторяющие проекции наших внутренних органов также эти проекции внутренних органов и всех частей тела человека есть на лице есть на глазах есть на спине есть на отдельно на любой фаланге пальцы также можно и на ногах и руках то есть человек многократно сам себе видите уже себя повторяет это модуль из доказательств этой галографичности вселенной также наш устроен мозг по последним но вообще принятым официальным данным мозг разделен на части которые отвечают за различные функции человеческого организма там это речевая функция да это там зрительная часть это там память это ну как бы как шкафчики такие да это как бы последняя но официально зарегистрированная как бы данная мозги но на самом деле тоже не так мозг много встречало случаев когда у человека сосуд половина мозга буквально нету левой части такой направо я заменяет всю левую часть или мозг усох и он вообще просто маленький у него также или там удалили мозг до бывали после аварии таких случаев с пробитой головой человек ходит и на сквозная дыра там ветер свистит но реально да прям туда студенты палки засовывали ветки вставляли а у него он не потерял ни до речи не памяти также думают нормально смеется все воспринимает реально то есть проверять на крысах и сделали лабиринт такой и когда ну сложно бери там и подводы нырнуть и наверх забраться и там через стекло она вроде видит там кусочки еды а вроде не видит и вот как-то она туда добиралась и отрезали половину мозга лоботомии сделали все равно набирается отрезали еще половину то есть четверть осталось все равно набирается и так я залезли пока не осталось всего лишь 10 процентов мозга и только тогда она начала путаться не смогла добраться до еды представляете то есть наш мозг он тоже многократно сам себя копирует и сам себя графически проецирует внутри самого себя нейроны таким образом устроены также внутри органы у нас некоторые если при удалении одного органа частичные функции заменяют соседние органы и те же самые наши органы они вибрируют и за счет вибрации они исполняют еще некоторые функции которые явно не видны то есть нам кажется что печень кроветворный орган да она попутно еще что то делает мочевой пузырь например там возле кажется это цистерна для мочи который просто просто поражняется и наполняется и все на самом деле ждет вибрации она чувствует приближение постороннего человека когда вот незнакомых на приближать человек мы как бы подспудно интуитивно кто-то говорит да чувствуем приятен он у меня неприятен комфортно будем дальше продолжать общаться некомфортно он приближается осталось пять метров мы еще больше устаканиваемся в этом нашем осознании 2 метра между нами остается мы уже понимаем что вот этот человек какой-то не тот да уже здороваемся с ним ну вынуждена ситуация такая да оказывается что вот уже вроде нужно поздороваться от человека совсем нам некомфортен это вот мочевой пузырь как не кстати говоря вот за это реагирует многие есть поговорки которые у нас там издревле взялись там пятая точка чувствую сам шестым чувством ведаю или там еще как-то не подложишь касается 300 что-то у нас есть решение мозг третьем мозг кстати у которого нейронной связи практически столько же сколько в головном мозге он тоже запрещено функции отвечает за которые данная современная наука она не совсем ну как бы и совсем этим как-то изучается как тут не уделяясь внимания но это говорит о том что мы воспринимаем всю весь окружающий мир вселенную гораздо большим количеством чувств и органов чем привычно это вот обычно описывается и соответственно вот эти недавно буквально лет дважды назад нашли тончайшие волокна в теле человека которые в тысячу раз тоньше волосы и в узловых моментах оказывается совпадают звуки с местами расположения чакр то которые нам обычно рассказывают эзотерики до из отель как бы считается неофициально наука не признается в европе но откуда они сознания получают и вот говоря о чакрах вы знаете к 7 там чек до кундалини и энергия отсюда начинают расти я не буду индийские используют терминологию за три четыре пять молодхарада сердечная чакра находится в центре головы в эпофизе такая железа есть прямо между двумя половинками мозга маленькая размером с ноготоку мизинцы считается что это рудимент третьего глаза то есть когда-то у нас был разве и 7 чека находится над головой примерно сантиметров семь-десять над головой но это как будет официально всем про этот говорят на самом деле человек гораздо больше даже не знаю сколько точно может 120 может 240 во первых они находятся на всех сочленениях вот как минимум их 9 получается на особенность вот древнеарийские славянские взялись там учебники там около 9 и таким образом формируется крест анг который вот через через сердечно которого древние египтяне там рисовали ну знаете название теста анг ну по подруге про это не буду сейчас останавливаться расскажу что на каждом суставе есть чакры есть во внешнем пространстве и человек ними как бы вписан в некоторую матрицу ну какую-то там нибудь часа фигуры рисовать есть там 9 сифирот например в кабалея может слышали не слышали ну так далее да мир каба вот тоже в этом еврейское учение мир кабы это две пирамиды гексайдры вставлены друг друга да и они вращаются друг против друга в итоге получается если на проекте смотреть то они формируют вокруг человека примерно это одна из пирамид на другим на цветом чтобы вы видно на плоскости получается одна пирамида и вот вторая и мы узнаем звезду давида проекте на плоскость вот тут тоже находится в эти точки и соответственно как мы работаем с телом человека мышцами работаем только руками у нас у каждого есть своя собственная аура своя собственная энергетика то есть пока мы близко соприкасаемся с человеком с массивным дамы уже в него проникаем своими всеми вот этими аурами а это вот одну нарисовал пиццеобразно такую до 1 она наиболее как бы чувствительно плотная на самом деле там есть еще лучше встретить его 4 5 6 7 каждый из них за свое отвечает сейчас подобно не буду рассказывать он 7 очаг ну допустим если это метр диаметром до чакра то не радиус это радиус где-то сантиметров метров от семи до двадцати это считается родовая наша аура когда мы все семьей родом собираемся нам как-то комфортно близко общаться да вот за это отвечает следующее там за это нас отвечает следующий еще за что-то и 7 это вот все наше человечество которое поселено на земле объединено поэтому во многих писания говорится что все люди братья и сестры а помимо этого люди братья и сестры с нашей землей земля она тоже имеет некоторый но энергетический центр и некоторые свой собственный разум так он естественно не подвластен по не подвластным понятию нашим мозгом о чем думать земля какими она оперирует периодами жизненными и временными у меня совершенно все все по-другому и кроме того ну все светила и звезды они тоже обладают разумом и некоторыми вибрациями и человек как ни странно поляризированно вписан в эту структуру земли это немножко вперед забегаю вот следующим рисунком то есть вот есть тор значит такую торда бублик если у него внутренний радиус внутренний диаметр сжать до нуля то получится фигура яблока вот такого в этом яблоки энергии идут вот так по циклу соответственно ну там поднимается опускаются и так же вот у земли если взять земной шар у него энергии магнитные полюса магнитная энергия но тоже идет вот так далеко не распространяются за пределы самой самого земного шара я вам скажу что примерно 150 раз радиус этих вот электромагнитных полей больше радиуса зимового шара самого также у человека есть такой тор форме яблоков которым вписан и он также расширяется и также человек поляризирован относительно полярности полей земли если земли вдруг резко поменяется поляре полярность то люди тоже сойдут с ума потому что не поменяется они не будут готовы к этой реальности но просто не выдержит накопительная система информационного поля у нас внутри она сможет может это не выдержать как бы немножко не в ту тему именно поэтому нам человечество тяжело выйти за пределы дальнего космоса то есть мы можем летать только на уровне стратосферы максимум там возле луны который также в этом в поле земном находится но чем дальше улетаешь тем хуже к этому приспособлен человек его даже туда просто не пускают некоторые силы это сейчас не об этом почему называется вот ось то собственно говоря потому что мы сначала чтобы запустить вот это вот божественную ось вы уже понимаете да что это все связано почему она божественно потому что из нее идет энергия через весь космос ну грубо говоря от высшего сознания к нам мы его перерабатываем и отпускаем также внешние сферы другое дело что кто-то ее не перерабатывают перерабатывать грубо говоря эту энергию в в дерьмо в бытовые услуги первом смысле слова занимается только удовлетворением своих потребностей биологических попить поесть по карте потрахаться там родить кого-то даже не следить за продолжим рода и вот только эти люди там большинство и занимается если человек занимается все-таки каким-то духовным развитием как у него эти энергии начинают работать они начинают взаимодействовать и они также лечебный эффект оказывают на наших пациентов у меня есть такая программа которая ну сеанс это называется массаж судьбы то есть решается судьбоносное желание личности который исполняется в этой жизни здесь и сейчас у этого конкретного индивидуума он желает но мы все же хотим чтобы желание исполнились и вот оно с помощью этих массажа исполняется потому что мы настраиваем все вот эти системы и кокона у него значит как это все происходит остеотерапия что делает сначала мы лечим терапию нашего тела надо убрать видимые внешние блоки устранили до всякие спазмы мышечные ну там сустава на этом более артрозы артриты и так далее потом воздействуем мануально мануальному что делаем мы растягиваем позвоночник декомпрессию делаем постоянно про это говорил да мы выбираем функциональные блоки суставные всевозможные до мобилизируем и в позвоночнике это что же наш центр до позвоночника отходит все нервы таким образом мы устраиваем эту ось он выпрямляем его становится ровным энергия течет уже лучше позвоночнике находится такая жидкость ликвар называется в которой собственно говоря купается наш спинной головной мозг но он же не вакууме находится находится какой-то жидкости и вот эта жидкость достаточно ее изменения давления мне на несколько микрон чтобы нормализировать давление в черепном мозге нашим иначе будут мигрени и бессонница и так далее полиализованность наша испортится там дали что-то еще то есть вот всего лишь на какие-то доли остеопаты есть крайне сакральной терапии когда они там сжимают череп но человек уже череп он тоже может быть искажены да какими-то разными методами они выжимают управляют таким образом ну ладно я куда-то там делал стакан свой и таким образом а вон мы стакан восстанавливают вот это внутреннечерепное давление если какая-то туда попадет инвазия в эту жидкость ну буквально там даже не знаю антибиотики от уколов а почему не забрать пункцию мозга потому что очень опасно туда внести в эту жидкость какую-то вот народную структуру буквально несколько грамм они влияют уже на всю сферу человека который связано естественно нейронными связями со всеми клетками вообще всего тела мыши и таким образом мы выстраиваем этот канал ликорный который расслабляет человека высвобождая его внутреннюю энергетику она начинает работать чакра начинает работать открывается уже энергетической закупорки дальше идет непосредственно работа с получается третий этап до работа с энергиями сейчас мы это будем делать я вам подарю такой вид массажа новый который называется четыре стихии мы будем делать стихию земли придавливать человека потом стихию воды растрясать все но все это по большей части связано с ударно-вибрационными звуковыми техниками вот с чего нашел нашу сегодняшнюю лекцию с того что мы живем в мире вибраций и колебаний да и в массаже вы тоже видели что я все виды вибрации постараюсь применить в процессе разных других приемов но между ними да вот сейчас непосредственно все другие уже виды вибрации более тонкие звуковые энергетически могут использовать то есть вода это будет растрясание потряхивание вздрагивания тела человека потом будут стихия огня огонь тело должно гореть мы его будем так скажем нет бить лупить для этого если на всякие штучки там палочки бамбуковые веники бамбуковые ударной техники руками кулаками и так далее после этого переходим к стихии воды это движение вот ой воздух извините уже была вода воздуха это всякие движения контактные и бесконтактные во первых это будет звук с помощью чаш цибетских но нам потом покажу ну если хочешь можете попадать им на этом наверху стоят не маленькую там стоять рядом маленькая это просто одно ты много ну просто вот для видео продемонстрирую кусочек того чтобы вы потому что вы не присутствуете на тренинге да вы много не поймаете чашу наш много разного диаметра они естественно по-разному звонят таким глубоким богатым персональным созвучием вот и после этого перейдем к высшим так скажем материи вот этих аур настройки пробить энергетический пробок с помощью бесконтактного массажа наших рук наши собственные энергетики то есть мы с ним закупорки набитаем все чакры восстановим вот это вот божественную ось после этого в основном чак ауру человека тоже честно говорят уже доказано что на есть и фотографироваться на виде народа фотография ауру и снимают там и в 3d она там есть всякие приемы как это восстанавливают ну да и вот цвет очень на многом говорит кстати может течение дня меняться но как правило у лекарей она зеленоватого цвета у святых людей бело-золотого такого оттенка у больных людей там темно-красного бордового ну там местами на тоже тема разными меняться и показывает то то бы где у человека проблемы так что если к вам клиент приходит например с мрт это еще не значит что что-то там поправить по мрт вы поправите все остальное он может к вам прийти с с фотографией ауры да и поправить